Амазонка является домом для множества существ, больших и маленьких, и не все из них известны. Практически без вмешательства человека на больших участках этого места, среди деревьев скрывается множество животных, которых вы, вероятно, никогда раньше не видели. Некоторые из них удивят вас своей колоссальностью. Это самые большие монстры Амазонки, когда-либо обнаруженные. Номер 1. Это может быть удивительно, но в тропических лесах Амазонки обитает еще один вид медведей – очковый медведь. Это единственный вид медведей, обитающий в Южной Америке, и его легко отличить по светлым пятнам вокруг глаз, придающим ему уникальный внешний вид. Эта особенность делает наблюдение за одним из этих медведей в их среде обитания чем-то особенным. Хотя его рацион в основном травоядный, поскольку он питается фруктами, листьями и корой, очковый медведь является оппортунистическим всеядным животным, которое может дополнять свой рацион мелкими животными. Несмотря на его в целом спокойное поведение, люди часто рассматривают его как угрозу, особенно из-за страха, что он нападет на их домашний скот. Однако такие ситуации редки, и в большинстве случаев этот медведь предпочитает держаться подальше от человека. Охота была серьезной проблемой для этого вида, особенно в районах, где преобладает страх и недостаток информации. К счастью, в настоящее время существуют природоохранные инициативы, направленные на защиту очкового медведя, содействие сосуществованию с местными сообществами и сохранение среды его обитания. Это величественное животное является символом биоразнообразия Южной Америки и напоминанием о важности защиты уникальных видов нашего региона. Номер 2. Среди загадочных и огромных водных обитателей гигантский скат Манта выделяется как существо колоссальных размеров, которое хоть и необычно агрессивно, но может представлять опасность, если с ним не обращаться осторожно. Эти величественные скаты предпочитают спокойствие, изящно скользя по рекам и другим водным средам. Любопытно, что самый крупный зарегистрированный экземпляр был найден не в Южной Америке, а в Азии. Этот впечатляющий скат Манта имел длину почти 4 метра и весил более 300 килограммов, что ясно показывает, насколько огромных размеров они могут достичь. А теперь представьте себе размер его грозного жала, одной из самых впечатляющих и устрашающих особенностей этого существа. Жала гигантского ската не только длинная, но и потенциально опасная, так как наполнена токсинами, способными нанести существенный вред человеку. Однако эти полосы не агрессивны по своей природе и в большинстве случаев избегают любого типа конфронтации. Пока их не провоцируют, нет причин опасаться нападения. Очень важно действовать разумно и сохранять уважительную дистанцию. Безрассудная попытка взаимодействия с ними может привести к болезненному укусу, который в крайних случаях может даже пронзить кости. Это очаровательное, но впечатляющее существо напоминает нам о важности уважения и понимания обитателей наших водных экосистем. Номер 3. Могущественное, но загадочное существо. Гигантский броненосец, несмотря на внушительное имя, бояться нечего. При длине, которая может достигать 1 метра и весе 54 килограмма, этот броненосец отличается значительными размерами, но не представляет угрозы для человека. Это далеко не свирепый хищник, его рацион в основном основан на термитах и муравьях. Он способен поедать целые кучи термитов, что подчеркивает его ненасытный аппетит и отличает его от других членов его семейства, таких как муравьед. Такое пищевое поведение не только увлекательно, но и делает его важным союзником в контроле популяции насекомых, играя важную роль в балансе экосистемы. Хотя его размеры могут быть впечатляющими, гигантский броненосец не ищет конфликтов и предпочитает оставаться незамеченным в окружающей среде. Его вклад в природу более чем устрашающий. Он является напоминанием о богатом биоразнообразии, населяющем такие регионы, как Амазонка. Номер 4. Высший хищник неба Амазонки, орел гарпия является одним из крупнейших видов орлов в мире и играет решающую роль в качестве высшего хищника в тропических лесах Амазонки. Хотя многие птицы этого региона отличаются экзотической красотой, орел гарпия отличается внушительными размерами и непревзойденными охотничьими навыками. Эта величественная птица – опытный охотник, способный бесшумно летать сквозь полок джунглей и набрасываться на добычу со смертельной точностью. Их необычайно мощные когти могут оказывать давление в сотни килограммов, достаточное, чтобы мгновенно раздробить кости жертвы, обеспечивая быструю и эффективную поимку. Помимо своей свирепости, орел гарпия отличается удивительным долголетием. В дикой природе он живет до 35 лет. Это обеспечивает его влияние как хищника на десятилетия, сохраняя баланс в своей экосистеме. Несмотря на свой внушительный характер, он не считается угрозой для человека. Однако ее сила и способности охотника внушают уважение и осторожность. Любоваться этим величественным существом лучше всего с безопасного расстояния, помня, что оно является символом впечатляющего березнообразия амазонки. Номер 5. Уникальное и очаровательное существо – гигантский муравьед, несомненно, является монстром. Но должны ли люди чувствовать то же самое? Это уникальное существо в настоящий гигант среди муравьев, зачастую достигающий размеров золотистого ретривера. Одной из их наиболее примечательных особенностей является высокоразвитое обоняние, которое в 40 раз сильнее, чем у человека. Это острое чутье позволяет ему с большой точностью находить муравейники, несмотря на свои огромные размеры и специализированную диету, гигантский муравьед особенно уязвим перед теми самыми муравьями, которыми он питается. Кормить следует делать быстро, чтобы не быть укушенным. Обычно он проводит в каждом муравейнике всего минуту, прежде чем перейти к следующему. Это увлекательное пищевое поведение подчеркивает хрупкий баланс между хищником и добычей в природе. Помимо впечатляющих обонятельных способностей, гигантский муравьед обладает и другими уникальными приспособлениями, которые делают его эффективным хищником муравьёв и термитов. На передних лапах у него длинные изогнутые когти, которые идеально подходят для продирания сквозь жёсткие муравейники и термитники. Эти когти настолько сильны и остры, что гигантский муравьед ходит на костяшках пальцев, чтобы избежать травм. Язык гигантского муравьеда – ещё одна необычная особенность. Его длина достигает 60 см, он покрыт липкой слюной и маленькими обращёнными назад шипами, что позволяет ему быстро ловить и поедать тысячи насекомых. Этот язык может входить и выходить изо рта до 150 раз в минуту, гарантируя, что вы получите сытный обед за короткий период времени. Интересно, что, несмотря на устрашающий внешний вид и эффективные стратегии охоты, гигантский муравьед, как правило, является одиночным и неагрессивным животным. Он предпочитает избегать конфронтации и использует свои грозные когти в первую очередь для защиты, если чувствует угрозу. Такое спокойное отношение в сочетании со специализированным рационом делает его важной частью экосистемы, помогая контролировать популяции насекомых. Ареал обитания гигантского муравьеда охватывает Центральную и Южную Америку, где он обитает на лугах, лиственных и тропических лесах. К сожалению, разрушение среды обитания и охота представляют собой серьезную угрозу для этого уникального вида, поскольку деятельность человека продолжает вторгаться в их естественную среду обитания. Гигантские муравейники становятся все более уязвимыми, что привело к сокращению их популяции. К счастью, предпринимаются усилия по сохранению гигантского муравьеда и его среды обитания. Организации работают над сохранением экосистем, от которых зависят эти животные, и просвещением общественности об их важности для поддержания экологического баланса. Поддерживая эти усилия, мы можем помочь обеспечить выживание этого удивительного существа и здоровье экосистем, в которых оно обитает. Номер 6. Представьте себе чудовище, настолько свирепое, что в его присутствии дрожат даже самые крупные хищники в лесу. Познакомьтесь с гигантской выдрой, самой большой выдрой в мире и одним из самых смертоносных животных реки Амазонки. Гигантская речная выдра длиной более 6 футов, опытный охотник и доминирующий хищник. Очень немногие противники достаточно уверены в себе, чтобы даже взглянуть в её налитые кровью глаза. За исключением, конечно, мужчины. Гигантская выдра может достигать 7,9 футов в длину, хотя подтверждённых рекордов такой длины нет. Это общительные и территориальные животные, часто образующие семейные группы до 20 особей. Несмотря на очаровательный внешний вид, сила укуса у них составляет 615 фунтов на квадратный дюйм. И они питаются рыбой, змеями и другими речными существами. Они могут охотиться в одиночку или группами и в редких случаях проявляют агрессию по отношению к людям. Эти выдры доминируют в своей среде обитания и лишь изредка им угрожают аллигаторы. В Амазонке они представляют собой мощный и символичный вид. Номер 7. Рыба-вампир. Если есть причина, по которой местные жители не склонны беззаботно плавать в водах Амазонки, вы, вероятно, не поверите, что это из-за рыбы. Да, вы не ослышались, маленькая рыбка. Это рыба-кера, также известная как рыба-вампир. Они крошечные, часто не намного больше нескольких сантиметров. Но из-за окружающей их истории многие люди опасаются встретить их в дикой природе. Видите ли, кера – это паразит, и то, как он цепляется за своих жертв, может быть весьма жутким. С помощью своего колючего ахта он прикрепляется к жабрам более крупной рыбы, где питается своим хозяином, как вампир. Но это ещё не всё. Есть утверждение, что кера также может иногда атаковать людей, проникая в уретру людей, которые плавают в воде, даже не осознавая этого. Сейчас эта идея была встречена со скептицизмом многими учёными, которые утверждают, что такое поведение маловероятно и не подтверждается доказательствами. Однако многие продолжают относиться к этим существам с осторожностью, и, честно говоря, я бы тоже. Номер 8. Стеклянная лягушка. Представьте, что вы столкнулись с лягушкой с прозрачной кожей вместо типичной непрозрачной кожи. Если вы когда-нибудь окажетесь на Амазонке, это вполне возможно. Стеклянные лягушки принадлежат к семейству Чентролиниды, которая насчитывает более 150 видов. Их кожа настолько прозрачна, что можно увидеть, как бьются их сердца. Поскольку они прозрачны, им довольно легко сливаться с окружающей средой. В течение дня эти маленькие лягушки отдыхают и остаются неподвижными, пользуясь своей прозрачной кожей. Однако с наступлением сумерек они начнут охоту на насекомых. Это действительно удивительные существа. Номер 9. Амазонка является домом для большого количества ядовитых и опасных змей разных размеров и видов. История рассказывается о группе людей, которым удалось сфотографировать гигантскую змею на одном из пляжей. Многие ученые утверждают, что этот вид змей принадлежал к вымершим существам, что вызывает споры о существовании других подобных видов в этом районе. Это увеличивает загадочность и страх среди ученых, и некоторые полагают, что изображение является подлинным и относится к гигантскому скелету, обнаруженному на этом пляже. Номер 10. Птица Пату. Эта птица считается одним из самых странных видов, которые можно найти в мире. Его уникальный внешний вид затрудняет его обнаружение в лесах Амазонки. Имея длину от 48 до 60 см, Пату обладает исключительной способностью маскироваться и прятаться от хищников. Он использует свой клюв для ловли насекомых, что позволяет ему эффективно питаться. Кроме того, он известен тем, что издает странные и устрашающие звуки, поражающие воображение. Иногда сообщалось, что эти птицы могут значительно вырасти, достигая легко видимых размеров, как показано на этой фотографии. Номер 11. По иронии судьбы, гигантская амазонская пиявка когда-то считалась вымершей в конце 19 века, но по воле судьбы они вновь появились. Фактически, одна из этих чудовищных пиявок попала в известный университет, став предметом обширных исследований, названная бабушкой Моисей и сопровождаемая своими семьюстами пятью-десятью потомками, она раскрыла невероятную стойкость и упорство этих существ. Эти кровожадные паразиты вселяют страх даже в самых отважных исследователей. Это существо чудовищно и может вырасти до ошеломляющей длины 17,7 дюймов и ширины до 4 дюймов. Да, вы не ослышались, эти пиявки колоссальны, и одного их размера достаточно, чтобы заставить вас содрогнуться. Но не только внушительные размеры делают гигантскую амазонскую пиявку существом, вызывающим страх. Эти паразиты усовершенствовали искусство выживания, цепляясь за ничего не подозревающих жертв и отказываясь их отпускать. Их удаление требует деликатной и трудоемкой техники, особенно если речь идет о пиявках такого масштаба. Попытка освободиться от их хватки может оказаться мучительным опытом. Противостоять этим колоссальным паразитам значит встретиться лицом к лицу с существом, которое действительно воплощает выражение природососы. Номер 12. Краснобрюхая пиранья – один из самых устрашающих обитателей реки Амазонки. Эти маленькие рыбки имеют отличную репутацию благодаря своим острым зубам и ненасытному аппетиту. Несмотря на небольшие размеры, они могут вырасти до 14 дюймов в длину, а их серебристый вид с красным оттенком на нижней стороне безошибочно узнаваем. Это оппортунистические хищники с мощными челюстями и острыми зубами, идеально подходящие для точного разрывания мяса. Хотя они в основном едят рыбу, насекомых и ракообразных, они также поедают умерших более крупных животных, демонстрируя свою приспособляемость. Впечатляющей особенностью является то, что они охотятся группами, что позволяет им ловить более крупную добычу и быстро её пожирать. Хотя обычно они не представляют опасности для человека, иногда могут нападать, особенно когда в засушливый сезон не хватает еды. Большинство нападений вызывают лёгкие травмы, но в редких случаях они могут привести к значительной кровопотере и даже к летальному исходу. Эта грозная репутация и ненасытный аппетит делают их одними из самых опасных монстров реки Амазонки. Номер 13. Познакомьтесь с жемчужиной в короне Амазонки. Эти великолепные кошачьи доминируют в джунглях, обладая аурой силы и свирепости. Их проворные тела, идеально приспособленные к этому коварному царству, позволяют им легко передвигаться по густому подлеску и взбираться на высокие деревья. Скрытность и точность – отличительные черты джигуар. С непревзойдённой грацией они движутся сквозь тени, их пятна идеально сливаются с пятнистым светом солнца. В подходящий момент они резко набирают скорость, а их мощные мускулы подталкивают их к ничего не подозревающей добыче. Но давайте не будем недооценивать интеллект этих великолепных хищников. Дикие ягуары, несмотря на свою смертоносную репутацию, обычно избегают конфликтов с людьми. Они обладают инстинктивным пониманием опасностей, исходящих от людей, предпочитая отступать, а не вступать в бой. Только когда их провоцируют или угрожают, они раскрывают свою истинную силу и упорство. Они являются одними из главных хищников Амазонки. Номер 14. Рыба паку. Эта рыба может вызвать у вас некоторый дискомфорт из-за своих зубов, странно похожих на человеческие. Но не волнуйтесь слишком сильно, паку всеядна и питается в основном фруктами и орехами. Говоря об орехах, есть несколько невероятных историй о пловцах-мужчинах, которые утверждали, что эти рыбы откусывали им яички. Однако эти истории могут быть преувеличены или даже выдуманы. В животном мире существует общее правило. Даже, казалось бы, безобидные существа могут занять оборонительную или агрессивную позицию, когда чувствуют угрозу или когда их окружающая среда нарушена. Поэтому в реке Амазонки лучше соблюдать осторожность. Интересно, что рыба паку является законной собственностью в США. Однако эти рыбы могут вырасти до 4 футов в длину. И когда они перерастают свои аквариумы, некоторые владельцы предпочитают выпускать их в близлежащее озеро. Номер 15. Арапайма Наш список ужасающих открытий в тропических лесах Амазонки не был бы полным без арапаймы. Арапайма – крупнейшая пресноводная рыба с чешуей в мире, достигающая впечатляющих размеров – 15 футов в длину и 440 фунтов в весе. Его тело защищено твёрдой минерализованной чешуей, которая действует как естественный щит от хищников, таких как пираньи. Эти чешуйки привлекли внимание учёных, которые рассматривают возможность использования их для создания пуленепробиваемой брони. Кроме того, арапайма обладает уникальной способностью дышать воздухом, поднимаясь на поверхность каждые 5-15 минут. Хотя эта способность облегчает рыбакам ловлю, арапайма также ценится за вкусное мясо, что делает её желанной добычей среди местных жителей. Это удивительное существо не только выделяется в природе, но и вдохновляет на исследование новых защитных технологий. Номер 16. Одно из самых маленьких, но самых смертоносных существ Амазонки – лягушка-стрела, родом из Колумбии. Эта ядовитая лягушка быстро приобрела известность благодаря своему смертоносному прикосновению, будучи способной совершить убийство одним лишь прикосновением. Под красочным фасадом скрывается смертельный яд, требующий уважения. Их яркие оттенки служат предупреждением хищникам, сигнализируя о наличии опасности. Встретить эту, казалось бы, невинную амфибию, значит столкнуться с существом, обладающим силой убивать. Но что отличает это, казалось бы, скромное существо от других, так это его замечательная способность выделять различные виды ядов через кожу. Среди них содержится один из самых мощных токсинов, известных человеку – титродотоксин. Да, тот же токсин, который содержится в печально известной рыбифугу. Для сравнения, токсин этой лягушки настолько смертелен, что и животные, и люди научились бояться его прикосновения. Интересно, что людям потребовалось время, чтобы понять опасность, которую представляет этот смертоносный убийца. Однако со временем его ядовитая тайна была раскрыта. Люди начали использовать мощный яд лягушки для создания отравленных стрел, смертельного оружия, способного парализовать или убить одним ударом. Отсюда и название «Ядовитая стрела-легушка». Номер 17. Птицейт Голиаф, кто-нибудь здесь боится пауков? Если ваш ответ – да, возможно, вам не нравится это существо. Представляем паука-пожирателя Голиафа. Как следует из названия, это самый большой паук в мире. Их тело может достигать впечатляющих 5 дюймов в длину, это размер маленького щенка, а когда он вытянет ноги, он может накрыть тарелку. Да, вы не ослышались, обеденная тарелка. Паук может весить более 6 унций, а размах ног может достигать 11 дюймов. Не беспокойтесь о встрече с пауком-пожирателем Голиафом в реальной жизни, если только вы не живете в тропических лесах Южной Америки, таких как Венесуэла, Бразилия и Гена. Эти существа предпочитают находиться в подземных норах и обычно не представляют серьезной угрозы для человека. Хотя они могут зарываться под землю своими большими клыками, их укус аналогичен укусу осы, а их яд недостаточно силен, чтобы нанести серьезный ущерб. Несмотря на свое название, они не питаются преимущественно птицами, предпочитая насекомых, мелких млекопитающих и амфибий. Они используют свою силу и скрытность, чтобы охотиться ночью, но их яд не действует на людей так же, как их добыча. Номер восемнадцать. В самом сердце дикой амазонки царит настоящий ужас, требующий непоколебимого уважения. Это хищник, которого нельзя игнорировать. Он расположен глубоко в лесу и у его мощных рек. Этот грозный аллигатор представляет собой серьезнейшую угрозу для тех, кто осмелится проникнуть в его владение. Смело агрессивный, черный кайман без колебаний нападает, если поблизости чувствуется дразнящий запах добычи. Но не только голод делает его опасным, его размеры поистине внушительны, они достигают 20 футов в длину. Черный кайман – самый крупный аллигатор в этих коварных водах. Его ненасытный аппетит не знает границ. Он будет атаковать со смертельной точностью рыбу, птиц, млекопитающих и даже несчастных душ, оказавшихся слишком близко, чтобы чувствовать себя комфортно. К сожалению, известно, что этот чудовищный хищник уносит жертвы, в том числе детей, в подтвержденных ужасающих нападениях. Мастер скрытности и засад, черный кайман бродит по темным водам реки Амазонки и ее притоков, идеально сливаясь с окружающей средой. Под покровом ночи он становится невидимым призраком, растворяющимся в темных глубинах. Их охотничья стратегия вызывает кошмары. Терпеливо ожидая, он использует идеальный момент для молниеносной атаки, захватывая добычу своими грозными челюстями. Чтобы выжить в сложных глубинах Амазонки, вы должны прислушаться к предупреждению черного каймана, поскольку он олицетворяет страх в этих неумолимых водах. Его впечатляющая внешность и неустанная свирепость делают его величайшим хищником, которого боятся и уважают все, кто знает его репутацию. Номер 19. Паяра – водяной волк. Под поверхностью бассейна реки Амазонки существует мир, полный очаровательных, хотя и несколько устрашающих водных обитателей. Существа в этих водах варьируются от менее привлекательных, но безобидных до более известных, таких как паяра, также известная как саблезубая тигровая рыба и водяной волк. Паяра выделяется своими острыми зубами с заострянными лезвиями и двумя удлиненными клыками от 4 до 6 дюймов. Эти клыки настолько велики, что паяры рождаются со специальными отверстиями в верхней челюсти, предназначенными для их размещения. Их сложная диета включает в себя пожирание пираний, и они прекрасно себя чувствуют в чистых, быстро текущих водах, таких как бурные реки и водопады. Охотничья тактика паяр заключается в том, чтобы метаться между косяками рыб, создавая хаос и используя свои клыки как универсальные инструменты, способные колоть, хватать и удерживать добычу. Некоторых жертв проглатывают целиком, а других постигает более ужасная участь, разрывая на части кинжалоподобные клыки-паяры. Номер 20. Розовый дельфин. Многие могут возразить, что эти дельфины на самом деле не розовые, но именно такое название дали этим светлым дельфинам, которые плавают по реке Амазонка. Это делает их одними из немногих морских животных, которые могут адаптироваться к путешествиям в пресной воде. Цвет этих дельфинов варьируется от нежно-розового до яркого, почти неоново-розового. Его уникальный цвет может меняться в зависимости от вашего настроения, возраста или температуры воды. Довольно круто, правда? Эти существа, как известно, являются одними из самых умных на Амазонке. В конце концов, жизнь в таких разнообразных джунглях требует от них большего мастерства. В отличие от океанических дельфинов, у розовых дельфинов несросшиеся шейные позвонки позволяют им поворачивать голову на 180 градусов. Это позволяет им смотреть назад, не поворачивая всего тела, что невероятно полезно для маневрирования по затопленным лесам в сезон дождей, когда они охотятся за рыбой среди деревьев. Между тем, океаническим дельфинам такая адаптация не нужна, поскольку они охотятся в открытом океане. В отличие от своих сородичей, которые прекрасно себя чувствуют в соленой воде, розовые дельфины учатся не привередничать в еде. Эти ребята едят рыбу, углеводы и даже маленьких черепах. Такая диета позволяет им процветать в экосистеме, которая постоянно меняется в зависимости от сезона.